Добрый вечер дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров, одна из моих подписчиц. Я надеюсь она останется подписчицей и не доведет меня до блокировки ее канала, до блокировки ее аккаунта у меня на ютюбе. Сделал мне замечание, что я не очень последователен и за последнее время, за последние несколько лет поменял свое отношение к эмиграции, к образованию в Австралии. Поменял свое отношение к людям, поменял свою точку зрения на многие вопросы. Скажем так, я вообще не менял свое отношение ни к людям, ни к каким-то аспектам жизни. Главные ценности для меня всегда сохраняются одинаковые, но обстоятельства меняются. Люди меняются. Люди иногда показываются совершенно с другой стороны, чем они были до этого и что они утверждали. Я должен верить людям на слово, а если они говорят одно, а потом делают совершенно другое и оказывается они лгут, обманывают. Таким образом я должен продолжать к ним относиться так же, как и относился к тем, которые были другими. Если сказать с точки зрения оборудования в Австралии, ребята, оборудование в Австралии, я всегда говорю, это одна из ступенек для получения статуса в Австралии, то есть эмиграции в страну. И это одна из возможностей приехать сюда и здесь побыть. Кто хочет побыть, пожить, позарабатывать совершенно честным путем деньги и уехать из страны. Какими были сотни и сотни тысяч тех же самых японцев, корейцев и уж точно жителей центральной, да и не только центральной, и восточной, и западной, особенно Европы, тоже, Латинской Америки. Это возможность зарабатывать деньги и обстановка меняется, иммиграционная обстановка на возможность въезда в страну, поэтому нельзя находиться в одном и том же положении. Люди, кстати, должны получать новые данные и я не исключение. И получаете данные, ты можешь, как говорится, как один из американских президентов сказал, когда ему сказали, ты же вчера говорил другое, а сейчас говоришь противоположно. Он говорит, ну, люди могут в одночасье поумнеть, а уж за ночь-то тем более. То есть он оставлял себе право на изменение своей точки зрения. Я не менял свою точку зрения на образование в Австралии и на эмиграции в Австралию. Другое дело, что те бурные и очень быстрые изменения, которые происходят в мире и в Австралии, доставляют меня еще и еще раз додуматься о том, кому, если не всем, но кому, по крайней мере, выгодно. Кому, может быть, не выгодно уезжать из той же самой России. А может быть, кому-то будет выгодно уехать в Канаду или уехать в Европейский Союз. Ну, опять-таки, может быть, просто переехать в Москву. Я же должен нести ответственность за людей, за таких же, как и вы. Я обладаю больше иногда информацией, или, по крайней мере, частенько я обладаю информацией, которой не владеете вы. Соответственно, я должен делиться этой информацией, я должен подвергать сомнению все факты. Если я вам говорил, что я не считаю качественным австралийское образование, то сейчас я могу только это повторить и, более того, сказать, дистанционное австралийское образование еще хуже плохого австралийского образования. С чем сравнивать? С английским образованием, да, допустим. С американским. Хорошее английское образование в действительности лучше австралийского. Но вы же говорите не об оборудовании. Что лукавить-то? Вы говорите об эмиграции в Австралию зачастую, а в Англию вы ехать не хотите. Даже сейчас, на мой взгляд, уехать в Австралию, это лучше, чем уехать в Англию. В плане человеческого фактора, то есть качество людей, в плане качества образования, да, наверное, Англия лучше. Слушай, средний англичанин для меня выглядит привлекательнее, чем средний австралиец. Ну вот интеллектуальный уровень, чувство юмора, не знаю, как-то, но ведь средний австралиец меняется меньше, чем средний англичанин. На мой взгляд, средний англичанин меняется очень быстро, очень сильно, не очень хорошую сторону. Не тот величайник, к которому я привык, к которому вы, может быть, привыкли, о которых мечтаете. Поэтому тоже надо думать, и Америка тоже самое. Смотрите, какие у них марши прошли в защиту чернокожего населения. Пугающе. Бороться, боритесь, но не такими же методами. И опять-таки, притесняли чернокожих. Да, притесняли. А Советский Союз об этом постоянно говорил, а над ним смеялись. А теперь все в Америке говорят то, что говорил Советский Союз в свое время, опять плохо. Здесь не последовательность одних, а не последовательность, кстати, других. И мне вот эти вот марши не нравятся. Надо бороться за равноправие. Да, надо. И надо бороться за то, чтобы не было автаназии. И надо бороться за права школьников. Надо бороться за это, за то, за пятое, десятое. Но мирно. И поэтому мне Америка больше не нравится. А то, что она свободнее страна, чем Австралия. Я всегда говорил и говорить буду. Да, это самая демократичная страна. Другое дело, хочется ли в такой демократии жить. А так, да, свобода слова, свобода каких-то для расповедания, союзов, объединения людей. В Америке выше, чем в любой другой стране. Я не отрицаю. А у меня другие ценности. И я должен смотреть, что вам лучше. Вот каждому из вас конкретно. И поэтому я не должен бездумно продвигать Австралию. Я должен ее сравнивать. Я должен смотреть, какая страна лучше, какая страна хуже. Чтобы моим людям, чтобы вам было лучше в этой стране. В отношении к людям. Если человек просит моей помощи. Человек, мой бывший студент. Или не мой бывший студент. Человек попросил что-то. Я человеку сделал. Я вижу, человеку что-то нужно. Мне это не сложно. Я это делаю. А потом человек оказывается подлецом. Или человек оказывается лжецом. Сегодня он говорит, что он никогда не брал от миграционных агентов деньги. А потом его друг же, миграционный агент, говорит, что брал. Значит, человек лгал мне. Лгал под пищей там своим. Человек говорит, что ты взял, что я всего лишь на четверть агент. Ну, негодяя или какую-нибудь там хитрюгу я могу еще просить. А дурака никогда. Ну, посмотри в Айзике. У тебя прям написано, что ты 25% объект. С блогером я бы никогда не ссорился и не воевал. А с лжецом, хапугой, врюгой и обманщик лжец это одно и то же. Ну, да. Я не буду мириться. Я не люблю низкий сорт людей. Ниже образование. Хотя я образование тоже не люблю, когда ты можешь учиться, ты не учишься. Я скажу, что необразованным человеком, который пытается учить других. А не получится. Образование надо у них. И не получится быть святым, если, или там, хорошим человеком. И ты лжешь, и лгал всегда. Продавал людей агентом. Причем частенько не самым качественным. Получал до этого мзду, десятину. А сейчас получаешь 25%. Ты радуйся. Чего же я должен не менять свое отношение к человеку? Человек может быть сегодня один, а завтра он украл, убил, изнасиловал. И что, я должен по-прежнему хорошо к нему относиться? Нет. Поэтому, да, люди меняются. Отношение к людям меняется. Здесь тоже человек не может быть постоянен. Сегодня обстановка одна, а завтра другая. Сегодня люди одни, а завтра вот эти вот тяжелые обстоятельства, которые в мире, стресс и так далее, заставляют людей с червоточникой становиться совершенно гнилыми. И что же мне с этим людям точно так же относиться? Ну, конечно, нет. Поэтому, дорогие друзья, как говорит Библия, все течет, все меняется. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. А если бы это было можно, то роликов было бы 200-300. И все, и больше не надо было бы ничего вставить. Но не снимать же эти водопады или какие-то там свертолютики картинки. Они так надоели вам многочисленных каналов, как и Discovery Channel, BBC, и многие другие красивые картинки Австралии, да и многие другие страны. Но вам это не надо. И мне тоже. И я имею право на то, чтобы попросту умнее. Спасибо.